21 декабря на базе филиала Дагестанского государственного университета прошел круглый стол со студентами первого курса на тему «Опасное погружение». В работе круглого стола приняли участие первый заместитель главы администрации Бадыр Ахмедов, заместитель по воспитательной и социальной работе филиала Мирза Мусеев, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков Руслан Камалов и старший преподаватель филиала Дагестанского государственного университета Халимат Камалудинова. Слово для приветствия было предоставлено Бадыру Ахмедову. Вчера хочу предостеречь молодых людей. Это действительно зло. В первую очередь, посмотрите, изучите свой организм, как это влияет на организм, на конкретные органы нашего организма. Вы видите даже небольшой ролик, который нам показали. Уже человек о чем-то задумывается. Сегодня наша задача, чтобы посредством таких мероприятий молодые люди хотя бы задумались об этом. В продолжении мероприятия Мирза Мусаев подчеркнул важность приобщения молодежи к культуре здорового образа жизни с малых лет, их воспитание в соответствии с духовно-нравственными принципами. Воспитание и первичная профилактика являются важнейшими составляющими образовательного процесса, подчеркнул Мусаев. В свою очередь, Руслан Камалов резюмировал, что употребление психотропных веществ и спиртных напитков оказывает самое пагубное влияние практически на всё. Начиная от демографических показателей здоровья новорожденных детей и трудоспособного населения на духовно-нравственный и интеллектуальный уровень граждан на число совершенных преступлений, неся за собой огромную угрозу. Я лет уже 15 работаю в этой области, поэтому не понаслышке знаю изнутри лично, сталкиваюсь изо дня в день с потребителями, с барыгами, с семьями этих ребят, которые погибают. И очень тяжело на это всё смотреть. Это проблема не только у нас, а в Саироте в Дагестане, а в принципе во всём мире. В последнее время очень много внимания уделяется именно в России. Наркоагрессией ужесточается закон. Допустим, сейчас можно человека убить, за убийство получить 5-7 лет, за сбыт наркотиков идёт до 20, вплоть до пожизненного. Настолько всё ужесточает. Очень много, например, ребят с малого возраста. Вот раньше, например, я когда ещё такой же как был, в наркомании у нас возраст был где-то 18-20 лет всё начиналось. А сейчас уже 15-14-13 лет уже дети начинают этим баловаться. И не только мальчики, но и в том числе и девочки. В завершении работы участники круглого стола пришли к выводу о том, что успех профилактических мер зависит от их грамотной координации, тесного взаимодействия всех заинтересованных служб и структур, признанных заниматься вопросами профилактики употребления психоактивных веществ с молодёжи.